Всем привет! С вами Баннивур, сайт goodgame.ru и рубрика Best Replace. У нас на очереди 31 выпуск. И перед тем, как мы перейдем к игре, традиционно благодарим всех поддержавших нашу рубрику копейкой. А это довольно приличная группа товарищей. Не знаю, в полосатых купальниках или нет. Итак, начинаем. Самым щедрым на этой неделе оказался Holiday. Устроил нам праздник. Перевел 3,501 рубль. Сообщает Боннич, спасибо за труды. Спасибо тебе за такую лестную оценку этих трудов. Никита Антонович, или Антонович, что в общем не меняет его благородного статуса. Перевел 1500 рублей. Сообщает Best Replay. Да, это он. Спасибо. Деньги пришли по назначению. White18. 300 рублей. Отличная рубрика. Надо поддержать. Спасибо. Анна Тризим. 150 рублей. Знаешь, зачем я убил своего отца? За моего отца. Ну, то есть за деда, возможно. Я не знаю. Очень сложная мысль. Ее нужно будет обдумать. TitanKiller. 100 рублей. Переводит. Сообщает. Спасибо. Чем мог, помог. Пожалуйста. Пожалуйста. И вот этот мох как раз нам и нужен. В принципе, как там у коммунистов было. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Если кто-то может перевести 3,5, это, конечно, честь и хвала. Но и ваши небольшие донаты в большом количестве тоже воплощаются в довольно внушительную сумму. Большое вам спасибо за любой саппорт. Денису Олегову на 31 выпуск. 234 рубля. Перевел Чинаски. Спасибо. Люблю. 200 рублей. Лигатрон. Вот так, коротко. А, нет. Люблю Варкрафт. Спасибо за рубрику. С нетерпением жду новых видео. Я думал, просто мне признались. Любви. Ну, ладно. Признаваться в любви Варкрафту тоже не самое плохое дело. Фанни Варкрафт. 3000 рублей перевел. Очень остроумно комментируешь. Над орком великомучеником весь вечер смеялся. Спасибо. Сейчас будем рождать новые перлы. Евгений Александрович. 100 рублей. Best Replace. И вот Элла Памфилова, довольно любопытный персонаж, перевела 100 рублей и сообщает. Я вообще-то 13 лет на заводе отпахала, а вы еще... А вы, я еще не видела, чтобы что-нибудь делали, кроме того, что деньги незаконным способом собираете и оболваниваете несчастную молодежь. Ну, ладно. Это прямая цитата из незабвенного исторического диалога Эллы Памфиловой с Алексеем Навальным. Спасибо большое, что напомнил на великие фразы великих людей, работающих на заводе. КАС 4 семерочки, 149 рублей. Шаровара Вячеслава написал. Он, ну, неплохие шаровары, раз стоит 149 рублей. Все. На этом было еще много ребят, которые поддержали менее, чем на 100 рублей. Их ники прямо сейчас на ваших экранах. Им тоже всем огромное совокупное спасибо. Благодаря вашим донатам, друзья, выпуски выходят в два раза чаще обычного. Ну, а мы приступаем непосредственно к игре. Погнали! Попивая чаек и похрустывая печенькой, приступаем к созерцанию игры 31 выпуска Best Replace. Здесь с вами Баннивур и, боже, какие имена воскрешает в памяти Аспирант. Я чуть не прослезился, когда прочитал имя Андеда, который сразится с самим великим и луналиким Муном на карте Теренас. Это, по-моему, если мне не изменяет память, и еще кто-нибудь не изменяет, это X-Lord. Немецкий Андед, который, в общем, был топом, одним из топовых в Германии и вообще в Европе за свою расу. Вспоминаем там Хасу Опса, да, вот примерно на том же уровне человек играл. Хефан, ГГ, турнирная игра, скорее всего, хотя может быть и ладерная. Но есть обсервер, поэтому, не знаю, не уверен. Короче, не будем гадать, давайте смотреть на то, что происходит. Здесь у нас агрессивный барак, Криппинг от Муна. Это еще старый Теренас, не обезображенный новыми патчами, где обсерватория находится в самом верхнем и в самом нижнем углу. Новый Теренас, как вы, наверное, многие уже видели, сейчас выглядит совсем по-другому. Но будем изучать со временем эту карту и как-то вот постепенно, постепенно ее исследовать. Но сейчас это старый Теренас, идет взаимная разведочка. Кстати, разведка Аколай там. Из чего мы делаем вывод, что... Какой мы делаем вывод из разведки Аколи там? Ну, я думаю, во-первых, они встречаются с виспом. Значит, Гулю он сохранил на лес, не стал разведывать, значит, ему нужен лес. Лес нужен ему зачем? Так, тут Варденка, кстати. Варденочка пошла, Аколит сейчас как раз аккуратно ее увидит. Ну, Варденка на этой карте это чуть ли не дефолтный персонаж за эльфа. Так, все понятно, Аколит вот блочит Варю и бегает вокруг нее от колодца. Ну, Аколит озорной оказался, правда, жил недолго. Первая кровь. Так, главное, лесом не добить сейчас... Ой, как здорово. Ну, это Мун, ребят. Это Мун, как он четко все делает, невероятно. Да нет, это легкий, легкий на самом деле маневр. Ничего особенного не требуется здесь. Может быть, Гулями будет харассить, Экс Лорд? Я не знаю. То есть, смысл в том, чтобы быстрее запустить Тэч. Тэч запущен. Ну и, соответственно, ждем кладбище. Гулями, я сказал Гулями харассить. Конечно же, Гаргами, ребят. Гулями харассить он тоже может. Ну, ладно, поживем, увидим. Я, конечно, небольшой специалист в андетских билдодерах. Но вот то, что Гуля... Не Гуля пошла на разведку, а Акалит. Это очень важный момент. И попрошу экспертов в комментариях объяснить, с чем это связано. Ну, я думаю, что это вот именно под Гулигарг сейчас была подстройка. Колечко. Ну, кстати, неплохой девайс для стренджевика. Здесь у Варри отличный затар. Туфли ловкости, когти. Плюс 9 к атаке уже сейчас на этом уровне. Варри будет впоследствии очень жесткой. Больно бить. Так, ну тут фаз 3 левел. Да, именно для этого на данной карте иллюзии выпали. Именно для этого на данной карте берется Варри, чтобы быстро вкачать 3 левел и, соответственно, начать Харас. Так, здесь у нас Грейд на тир 2. Сразу 2 Мунвела закладывает Мун. После Грейда. Оп. Добил. Сапожки, кстати, купил ДК. Это редко увидишь. Видимо, для того, чтобы Варри не смогла их перекупить. Потому что ДК и так с Аурой бегает довольно шустро. Варри делает персоналочку. У нее 3 левел. Персоналка на виспа. Оу, ла-ла. Встречает ДК здесь. Посмотрите, это Мун. Это старина Мун. Он умеет, он магет. Но ДК почувствовал опасность. И пустился на утек по огородам. По соседскими огородами. И пришел снова на базу к эльфу. Да, Варри готова Харасить. Да, кладбище уже есть. Ну и посмотрим, что зачем. Зачем разведка Аккали там. Что это за интрига. До сих пор не перестает мучить эту мысль. Варденка купила себе сапожки. Иллюзии, в принципе, полезная штука. Ну, во-первых, это разведка. Во-вторых, может Андетт с суматохи не в того героя кайлом запульнуть. Поэтому иллюзии не стал продавать. Идет в разведочку. И что? Что там строится? Вот это важный момент. Это второй барак? Да нет, скорее всего, это, конечно, стандартный Слоттерхаус. Стандартный Слоттерхаус. И мы увидим базовый такой набор Андеттский. Опа! Засада! И стебнотый гоп-стоп. Мы подошли за угла ДК. В перепуге нажимает на ТП. Там его ждет лич. А здесь будет качаться панда. Панда. Ну, в общем, тоже ничего необычного, ничего нового. Варя получила третий левел. Панду есть где раскачать до третьего. И это будет отличная ОЕ комбинация против... Ну, против Гарки я вообще бы уже... В принципе, Гарк на месте Андетта даже не планировал. Потому что слишком жестко будет. Панда качается. Здесь Tomb of Experience может выйти. Варю, я уверен, что надо отводить в этой ситуации. Зря он составляет компанию Мишки. Да, разведочка идет. Что там? Что там? Вот сейчас Tomb of Experience важный момент. Выпадет или нет. Для панды это прям критично. Тем временем Андетт тоже направляется на Криппинг плеча. В общем, ну, все стандартно. Ничего пока сверхординарного не происходит. Ну, наверное, я рано, рано жду каких-то... Последствий и поворотов. Они обязательно будут, я уверен. 36 минут длится игра. Так. Вот она нова в... А, нет, это нова в правильную Варю. Все верно. Она пыталась перейдить девайс. Ну, на Лича это все мало действует. Этот нож. Сколько есть? Хотя! Еще одна нова в Варю. И там на Личи тикает он красный. Но у Вари остается еще один нож, кстати. Но не остается ХП. Еще одного там Кайлана не переживет, скорее всего. Поэтому не стало. Ну, в общем, Мун все правильно делает. Осложняет жизнь Амдеду. Вместе с Криппингом. Ну и параллельно доводит панду до состояния зверинности. Просто панда наедается зверином. Озвереет на третий левел. Кстати, отличная аура выпадает. Защитная эльфу. Что будет делать Мун? Это будут мишка Дриады стандартные, скорее всего, с добавлением арчей. Там, кажется, экспанс закладывается эльфам. Так, третий левел. Еще один болт, он же нож. В отличие от болта, конечно, нож не станет. Ну, все эти ножи в лича. Я не знаю, почему он кидает все в лича, если можно зашвырять ДК, которому, в отличие от лича, он сам свой коэл съесть не может. Вот, я считаю, это несправедливо. Я считаю, что нужно в новом патче... Ой, панда большая в банках ЭП. Еще одна новая в Варю. И Варя уходит во своясь, а не словно хлебавший. Отличные варды выпадают андеду. Сентри вардики. Ох, рунные браслеты. Шикарный дроп. Как раз под раскачанную Варю. Так вот, я считаю, что кидать нужно... А, что несправедливо обидели ДК. Я думаю, что он должен подбрасывать соплю вверх. И если он захочет лечить себя, просто должна быть анимация того, что он подбрасывает свою соплю вверх, и она ему на голову шмякается. И ДК выхиливает себе ХП. Вот это было бы честно. Это было бы справедливо. Да, но здесь Слоттерхаус, Грейт на Тир-3, Жертвенник, кстати. Не только для Тени, возможно, добавит Верма в свою армию андед. То есть, ну, андед, в общем, играет в такой тайминговый пуш. Вовремя выйдет из лимита. То есть, пока посидит в полтиннике, покрепится, а потом выйдет из лимита. С вермом, с Дестроером обязательно, чтобы диспейлить Рыг или Джув. Ну, и будет развлекать. Амун тем временем закладывает экспэншн. Ну, по-моему, вот я не уверен, что это экспэншн. Возможно, это старая информация на карте, старая точка. Потому что, по идее, по идее, кактус должен был уже потопать к горшку цветочному. За который он принимает рудник с золотишком. Но пока не двигается. Закопочка финда. Нормально, можно будет контролить нож. Например, тот же самый, да? Шейда уже вовсю следит за эльфом. Там еще одна шейда. Или что это за желтая точка? По-моему, шейда. Хотя... А, это Сентрик. Это Сентрик он поставил. Вот, это какая-то парализованная шейда. Она не двигается. Но Сентрик это шейда, которую, да, которую связали руки, ноги, прибили к земле. И она вот только глазами туда-сюда может вращать. Ну, а другая шейда довольно живенько мотается за эльфом. Панда третьего левела нужны будут свитки, потому что сочетание ножей и дыхания очень жестко будет воздействовать на андетскую армию. Тут нужны свитки. Чем больше, тем лучше. У андета будет прекрасный херакил превосходный, арбалича, койл нова, все дела. Я бы на месте Вари, увидев рунные браслеты на ДК, перекачивался. Так, нет, но это нож все-таки, третий нож. Третий нож. Хотя я бы брал ножи на ее месте. Третий, поскольку... Ну, в общем, рунные браслеты на ДК и моти ножи, в общем, как... Знаете, как козе айфон. Ой, банка мана еще большая. Ё-моё, какой за тар дыхание. Ну, в общем, сдуло скелетов. Панда бежит во своясье. Должен быть ставчик. Сейчас перезарядятся кулдауны, и в панду будет панда. Ну, как так-то? Мун недоконтролил панду. Зато отстрелял. Сейчас должен отстрелить Дестройера. Теряет он еще медведей. В общем, очень больно сейчас Муну. Ну, медведь уходит. Не стал на него андет распыляться. Дриады отстреливают Дестройера. Остались, короче, козы против Дестров. Дестры гоняются за мишками. Отличный койл Финда. Закапывается он от злобной Варденки. Ну, тут Мун явно недоконтролил, а Икслорд как раз показал все, на что способен. Сейчас мы увидели, почему Арчей не стоит строить против Дестров с манной. Как мы видим, они не выдерживают новые сплэша. Финд вылез и понял, что не вовременно это сделал. Ох, Варденка умирает! Финда засейвил на последний ХП, убил Варю. В общем, все плохо у Луна Ликова. Я открываю шоколадку, чтобы как-то поддержать Муна. Надеюсь, хруст французской булки сможет его как-то немножко взбодрить. Да, здесь все-таки нычка, и она только-только начала плетать рудник. У Икслорда все превосходно. 36 лимита у Эльфа. У Икслорда полтинничек. Он отправил в морг двух героев эльфийских. И, в общем, свиточек закупил. Ох! И начинает атаку на нычку. Три Дестройера. Правда, потерял почти всех. Хотя, как потерял почти всех? 4 Финда. Нет, ничего не потерял. У Муна прям проблемы. Но Мун у нас король. По выходу из невероятных ситуаций, где его нагибают и сажают на бутылку. Он с нее вовремя бодро, с озорным смехом соскакивает. И в ответ сажает на эту же бутылку своего оппонента. По игре доказано уже не один раз. У Муна была масса таких игр, где он выруливал из совершенной безнадеги. Так, Варденко, Варденко, береги Варю с молоду. Нужно АМШ покупать, потому что тут вообще беда. Хотя он диспелится. Ничего не сделать. Три Дестройера. Кстати, одного Дестройера сейчас подхилил. Он там на красный ХП был. Почему Дриады не застрелили, я не знаю. Но Дриады все-таки взялись за ум и отстрелили одного Дестра. Панда вышла. Иллюзии на Варю. Все это диспелится мгновенно. По Варе фокус идет. Варя убегает. Там еще один Мунвелл. Панда. Панда принимает на себя демодж. Надо отступать. Панда четвертая. У нее нет маны. Только сейчас на Дыхание появится. Но это Дыхание никого не убьет. И вообще не причинит никакого вреда практически. Выжирает поушен ДК. И в него въезжает Варденко. Ну не знаю. Идея вообще ножей никаких нет. Варденко получает. Блинк будет? Нет. Варденко получает просто люлей. И Мунн теряет третий раз своего мейн героя. Ну сейчас и Варя и Панда одинаковые мейны. Поскольку довольно высоко левельный на данном этапе игры. 48 лимита у Андеда. У него все великолепно. Он пушит дальше. Но у Муна работает нычка. И медведи еще теряет. Разожрались герои до невозможности. Совершенно почти пятый ДК. Въезжает он в Панду. Панда делает персоналочку на нычку. И бежит к магазину бодрой походкой. А Андед вгрызается в алтарь. Все верно. Из которого пытается вылупиться Варя. Не знаю. Может быть и не стоит ей вылупляться в такой тревожной ситуации. Панда бежит отвлекать. Но Андед не преклонен в своем решении. В общем Мун полностью загоняет себя в совершенно обреченную ситуацию. Андед отстреливает еще несколько Дриад. Разожранный опытом героя. Три Дестройера. И Икс Лорд в общем идет добивать. Но я чувствую, что сейчас он совершает главную ошибку в игре. Муна нельзя оставлять при деньгах. Этот человек он как еврей. Он на пять копеек способен раскрутить мощнейшее производство. Построить заводы заново. И вывести все деньги в офшоры. Вот Муну нельзя оставлять инкам. Вообще никак. Ну и он собственно тот самый Мун бежит. Пользуясь тем, что Андед теряет время на его мейне. Убивая колодцы. Бежит харасить экспант. Так, куда? Подрывников будем что ли нанимать? Тут не... Вот я не уверен, что тут можно взорвать будет два Зигурата. Они вроде на расстоянии друг с другом. Да, подрывничков нанимает Мун. Нычка работает. Он принимает единственное решение с контр-харасом. Давно уже Андед должен был отменять экспант Муну. Так, ну сейчас посмотрим, что сделает подрывник. Естественно, отвлекает внимание. И не доползает до первого Зигурата. Очень четко. Икс-Лорд Акалитами блочит. Второй подрывник идет. Взрывает все-таки два Зигурата. Да, третий Зигурат тоже. В общем, все неплохо. Сейчас будут минус все Акалиты. Вынуждается на ТП. Андед разводится. И ТП на ТП. Улетает Эльф. Все шикарно. Но вот в этой игре, в этой стихии Мун Король. Он невероятно. Вот как никто другой умеет играть на контрразводах. Из плохой ситуации, где прямое сражение давать нельзя. Вот Финда подрезал. Все. Мун начинает партизанщину. Настоящий брестский партизан бежит. Подрывать железные дороги. Сбивать с рельсов вагоны. Поджигать избы, склады с горючим. В общем, Андед сейчас натерпится. Ну а дестройеры, наконец, занялись своей прямой и непосредственной деятельностью. Перешли на экспанд эльфа и начали его безжалостно лупить. Но это Мун. Он умеет строить еще десяток экспандов. И вот в этой ситуации... Да, да. Вот то, о чем я говорил. Мое предвидение оказалось на высочайшем уровне. Стоило мне упомянуть об экспанде. Мун тут же его заложил. Ну а ему двух героев для того, чтобы разводить Андеда, вполне будет достаточно. Поэтому, казалось бы, ситуация ужасная. Армии нет. Там пять... Почти пять-четыре героя Андеда. Но эльф умеет, эльф могет. Такая вот слабая раса. Кое-как Андед воссоздал, отреставрировал свои зигураты. О, ножи! Нормально! Ножи дыхания. Хараса колитов. Ставчик, ставчик. И продолжаем веселиться. Панда уходит. Жирной панде нужно чуть больше времени, чтобы откинуть. Что там она откидывает? Эвкалипт. На город напали. Поэтому Андед не успевает, не успевает ее профокусить. Минус околиты. Экономика в кризисе глубочайшем. В общем, эльф ввел против Андеда свои экономические санкции. А три дестройера, ну видите, вот они не могут перебить лечение, превзойти лечение от веспов, которые выползают периодически из рудника и все это успевают подхиливать. В общем, такое впечатление, что Мун до поры до времени играл не сам, а посадил играть младшего брата. А потом, когда младший брат практически проиграл, проиграл игру, Мун взял у него клаву, мышку и с надменным видом, бросив фразу, смотри как надо, несмышленыш, сел вытаскивать из этой совершеннейшей безнадеги. Безнадеги, из этого катаклизма. Койл, нова, панда, здорова. Опа, красавчик. 27 хп, ребята. 27 хп, а по варе он даже не стал фокусить, потому что понимал, что не успеет ее пробрить. Койл, нова, были в кулдауне у Икс Лорда. Я буду покусывать шоколадку, напоминаю. Это мое гражданское право, я им пользуюсь. Войска вступили в бой. Кстати, кому интересно, поделюсь новостями о своих пладах. Хочу перейти из киберспортивного стримера все-таки в стримеры развлекательного формата. И по-прежнему буду для вас комментировать Warcraft, Best Replace, но сам играть, скорее всего, ладер уже не буду. А буду проходить кампании в разных играх, в том числе и в RTS. Например, Starcraft нужно уже давно было добить. Может, попроходить и другие кампании. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Нужны ли вам ладерные мои игры и пот, либо фаны прохождения кампаний в разных стратегиях. Отличная нова по виспам, минус все виспы. И Андетт, наконец, понимает, где Афилесова пята у Луналикова. Да, вот уже, конечно, виспы не смогут перечинить все то, что сейчас, весь ущерб, который наносит армия Андетта. В это время Эльф, конечно же, продолжает свою акцию. Не виданной щедрости. Напоследок панда еще подожгла попец к Алиту. Но в основном все эвакуировались успешно. Да, Мунт закладывает еще одну нычку мгновенно. Все прекрасно у него. На самом деле, эта игра, вот это то, чего он и хотел. Правда, вот X-Lord уже переносится на мейн. По-прежнему, Мунт не может давать открытое сражение к Слорду, поскольку всего лишь два героя у него в арсенале и больше ничего нет. Но может, вот держать ряда, пришла нанимать подрывников. Но может бесконечно харасить базу. Но X-Lord, наконец, принял волевое решение ставить базу на произвол судьбы и убить Муну мейн. И производящие здания. А тут вгрызаются в мейн андеду, кстати. Подрывник взрывает мейн. Там, может быть, еще один побежит, я не знаю. И сейчас, кажется, заставят он X-Lord возвращаться. X-Lord зачистил всю поляну. Всех оппозиционеров перевел в режим покойничков. И сейчас направляется... А Мунт в других местах строит здание. Ему вообще его не парят. Он может по всей карте выращивать деревья. Прокси. Панда бежит. Магазин не успевает она купить. На город напали. Инвул. И во многом благодаря тому, что он появляется чуть погодя, когда герой подходит к магазину с небольшой задержкой. Появляется возможность закупиться девайсами. Мунт тут дроздов пытается как-то нанять. Один дрозд даже вылупляется. Обычно дрозды вылупляются из яиц. Этот дрозд прямо из дерева вылупился. Я не знаю, кто накидал... Кто подкинул яйца дрозда в это дерево. Но вот так. Так. Ну и там потихонечку подрядки, подрядки, подразду. По маленькой какой-нибудь букашке собирает Мунт свою армию. Панда уже огребла. Сейчас Варденко покупает ТП, улетает. Ну, две нычки уже у Муны. Но вот это действительно бест реплей. Вот это голд. Вот это масть Си. Вот это прямо игра, которая очень четко характеризует Муна. Вот только он может играть в таком режиме. Так, Варденко охотница. ДК нет поблизости. Ильич может и огрести. ДК бежит. Сейчас полетит Койл. ДК пятого левела. Там новая варю. Варя битая. Ну, видите, тут такое сражение. Очень мощные прокасты у обеих сторон. И очень такие вяленькие герои по ХП. Очень слабосильные. Поэтому и там, и там нужно контролить. И вовремя там прожимать инвулы. Очень, очень четко следить за своими героями. Поскольку каждый из них может отвалиться в любой момент. Хлипкие, но очень, очень мощные по заклинаниям. Что Варденко, что Лич. Основные демэдж дилеры. Варя битая. Вступили в бой. ДК он скорее как вспомогательный. Такой персонаж, который может подкайлить где-то. Лича, либо вражеского героя. Ну и ауру дает. Ну и бегает с жирным куском. О! Вот Мун отлично подрезает все, что забывает где-то андет. Сейчас тележка будет огребать. Нычка перебазировалась тем временем на экспэншн. И у Муна таким образом работает. Вот раз, мнычка. Два, сейчас будет оплетаться рудник. И три. В правом верхнем углу экспан тоже выращивается. Да! Варденко! Койл минус! Все-таки блинк нужен, наверное, вместо ножа. Я бы советовал перекачиваться. Как раз от этого всего помогает. Так, ждем. Ошметки Муновской армии подошли к таверне. И пока андет убивает нычку, Мун... Понимаете, проблема Икс Лорда в том, что он будет прив... А тут уже... Тут уже Вирм. То есть, не знаю, Икс Лорд готовится к какому-то, не знаю, фееричному сражению. К какому-то, не знаю, там, полномасштабному, грандиозному. А его никто давать не собирается. То есть, этот Вирм, он, в общем... Войска вступили в бой. Нужен как сантехнику книга китайского философа Конфуция. То есть, в общем-то, не лишнее, но никакой роли не играет в жизни сантехника. Такие дела. Такие дела. И слабость Икс Лорда заключается в том, что он привязан все-таки к Мэйну. У него именно там сосредоточены все здания. В отличие от Муна, который по всей карте уже выращивал своих пеньков. Войска вступили в бой. Березки, дубки, ясень. Все есть. Я спросил у ясеня. Напевает Андетт, подходит к еще одному ясеню. Где еще тут ясени? Спрашивает Андетт. Но ясень не отвечает. Видите, он просто машет лапками. Атака. Атакен. Нычка заработал. Заработал экспэншн. Снова куда перекопался Мэйн. И, судя по всему, скоро должен начать оплетаться рудник в правом верхнем углу. Андетт. У Андетта тем временем закончился. Кстати, вот эта проблема. У Андетта закончился рудник. И вот он начинает продавать здания. Я не знаю зачем. Потому что чем больше зданий, тем труднее будет эльфу их аннигилировать. Тут уже Мэйн не особо нужен, если честно. Его потеря не критична. Андетту как-то нужно думать о своем экономическом будущем. Тут вот Акалиту гуляет. Но вот против Варьи и Панды Андетту, в отличие от Эльфа, негде прятать своих Акалитов. Они в рудник залезть не могут. У них задница не пролазит. Поэтому этот Харас будет критичен. Ну и все. Ситуация постепенно переворачивается. Не мытьем, так катанем. Мон потихонечку перекраивает игру в свою пользу. Трансформирует преимущество Андетта в свое собственное преимущество. Да, кончился рудник. У Андетта нет, мы видим голды практически. На последнюю он вычинивает зигураты. 55 лимита еще вдобавок ко всему. Ну а тут покупается очередная порция подрывников. И вот в этом-то и проблема. Пока Андетт будет гоняться за муновскими нычками, которые появляются по всей карте, потому что Эльфы это очень слабая раса, Андетт будет терять здание за зданием. А новых он уже не построит. Видите, у него ноль голды. Так, бежим, бежим. Взрываемся. Вроде взорвался. По-моему, он взорвался раньше, чем его убили по динамике. Зигурата. Здесь Варденко. Но это ее фирменный почерк улетает на последних ХП. Андетту нужно разделять армию. Принцип разделяя властвуй здесь должен доминировать. Это детерминируется тем, что иначе ты с муном не справишься. Если ты будешь летать всей говшой, ты будешь постоянно натыкаться на новые-новые сорняки, которые на этой карте незаконно вырастают. Несогласованно с властями. Ландшафтный дизайн здесь мун меняет под себя. Абсолютно нелегально. Пятый лич. Конечно, в прямом бою, еще раз повторяю, муну не сдобровать. Но никто не собирается этот прямой бой давать. Панда выживает. Мунвелов побольше нужно шлепать. Муну тоже по всей карте, для того, чтобы герои как раз восстанавливались. Ну и вот так вот подрывать постепенно здание. Андет побежал сражаться с мейном. Вот видите, еще один экспэншен. Все как по учебнику. Академично исполняет мун. Так. Лично, кажется, подсожрал кого-то. Накопить себе ману. Подходить к армии Андетта смертельно опасно. Не рекомендуется сейчас, но никто не собирается. Может быть, нужно герою здесь оставлять где-то на мейне и к слорду. Ну вот, еще один подрывничок. Минус еще одно здание. Ну и все, и бежим дальше. Не знаю, почему Варя до сих пор не перекачалась на блинг. Или перекачалась. Я вот этого не заметил. Потому что нож ей не нужен. Сражения не будет никакого от Муна. Будет постоянно Хараса. Нож для Хараса вообще не валиден. Так. Войска вступили в бой. Две дряда отгоняют целую стаю андетских птичек. Благодаря тому, что обладают спеллым юном. И они не могут по ним атаковать. Панта сдувает. Да, все верно. Ставчик. Как же мне жалко Икс Лорда сейчас. Он вроде как выиграл Муна. Вроде как. Сделал все для победы. Отлично. Расконтролил. Убил. Но тот не может додавить эту личинку. Живучую. Бессмертную. Вот ничего не сделать. Мун постоянно... У него очень, конечно, высокая сопротивляемость к поражениям. В принципе, высокая сопротивляемость в борьбе. Его очень трудно добить. Ты можешь его победить в одном сражении. Но в войне Муна победить крайне тяжело. Он может так морочить мозги бесконечно. И Андетта уже не знает, что делать. Он вроде армию разделил. Но нычки растут снова и снова. В самых разных местах. А зданий у Андетта становится все меньше и меньше. Беда, печаль. А деньги у Муна есть. Может бесконечно нанимать подрывников. Правда, наверное, кулдауниться. Они, скорее всего, респауниться. Не так бодро и быстро, как хотелось бы того луналикому. Побегушки. Кореец продолжает дразнить армию Андетта. Панда в одном месте. Варя в другом месте. Ох, как же тяжело против этой вязкой игры, вязкой манеры выживать. Так, Койлнова, Варя. Варя уходит в инвиз. А инвиз не диспелится? Такой инвиз не диспелится. Ну, обсерватория. Да, Варя здесь обречена абсолютно. У нее нет никаких девайсов на хилл. И бежит к обсерватории. Юнит какой-то просвечивает. Ну, почему блинк-то ты не прокачал? Ты ешкин дрын. Просветка минус Варя. Ой. Но панда в это время сдула еще несколько зданий. Ждет кулдауна. Подрывник бежит. Нет, нет, нет. Ой, ой, ой. Минус два зигурата. Четыре здания остаются у Икс Лорда. Но Варю уже выкупили из таверны. Естественно. Потому что у Муна по-прежнему есть инкам. И вроде казалось бы, небольшая карта. Теренас. Вроде казалось бы, ограниченное количество рудников. Но ничего не сделать. Поэтому он продолжает закручивать эти вот виражи своих стратегических изысканий. Продолжает кружева плести. Шлепает все новые и новые нычки. Бегает героями. Ничего не сделать. Икс Лорд уже бросается в отчаянную атаку. Там кто-то снизу бежит на базу. Став панды. Варя наверняка. Главное, деньги-то есть. Тут он вульчик, скорее всего, будет. А инвиз, да? А вот этот инвиз, он диспелится, кстати, ребята. Вот здесь надо было просвечивать, диспелить дестрами. А, хотя стоп. А дестры же могут отдиспелить? Ой-ой-ой. Дриады взяли подрывника. Шейда это видит. Стримглав бросается. Андетт на защиту своей базы. Тут надо очень важно как-то подрывника застопить. Гуля выходит стопить. Блочит его как может. И он не добегает. Но панда, дыхание. Хорошо, что не пятое. Иначе все было бы закончено. Минус панда. Черт, а может быть не все еще потеряно? Там лич, если будет шестым. Опять же, да. Но лич шестой может довольно здорово здание порушить эльфу. И переломить ход этой игры. Но с другой стороны, за шестым лечом нужен глаз да глаз. Потому что Варя его слопает в момент. Со всеми потрохами. Даже не подавится. Понимаете? Шестого левела уже ДК. Миллион раз убили эльфийских героев. Мун продолжает. Тут Варя сражается в неравнем бою. О, так лич-то шестой. У него банка маны. Так. А вот это уже интересно. Боже, неужели тут Икс Лорд все-таки вытащит? Потому что именно так вопрос сейчас обстоит. Понимаете, что сейчас ситуация обстоит так, что Икс Лорд должен бороться за свое спасение. Скорее, Мун играет на победу. 51 лимит у Икс Лорда. Откуда-то взялись... Откуда-то взялась голда. Я не знаю. Откуда пробовал девайсы, наверное, какие-то очевидно. Ну и кого-то закрепил. Там есть еще он зеленые точки. Может быть, какие-то копейки получил. Так, ну... Здесь персоналочка от Вари. Варя... Оп, мгновенно финды закапываются. Просветка. Ножи. Финды будут ложиться. Господи, как же нужно на Деду сейчас тоже персональный став. Войска вступили в бой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Минус масса финдов. Ну, как нет. Как-то они... Как-то они ценой всего лишь одного члениста Ногова пережили. Эту катастрофу. Но у Андеда по-прежнему... По-прежнему самым уязвимым местом остается его база, на которой осталось всего 4 здания. Панда и деньги. По-прежнему есть деньги. Вот в чем проблема. У Муна... Интересно, сколько голды у корейца? Минус шейда. Убегает Варденко. Мейн потихонечку падает. Но сейчас будет работать экспанд. Один экспанд работает. Сколько денег у корейца? Очень важный момент. Варденко погибает от Кайла в 98-й раз. Но Панда вылезает. У нее фулл хп. У нее маны на 2 дыхания должно накопиться. И Панда с дриадами... Ну, Андед просто стоит и охраняет здание. В то время как воздушный десант бомбардирует нычки эльфа. Но здесь вот вопрос состоит в том, сможет ли Икс Лорд... Если Икс Лорд каким-то образом отдефает Мейн, то, что там от него осталось, руины свои защитит, то вот эта вот воздушная говша, она рано или поздно пробреет нычки Муну. С другой стороны, Мун сразу же новый экспанд закладывает. Понимаете, у него же Галдар есть, у него дабл инкам и... Ох, нет, все-таки я бы здесь ставил на эльфа. Потому что Андедские здания дышат на Ладан. Дышат на Бен Ладан. Тут еще дриады подходят, делают нервы. Ой-ой-ой-ой, как же Икс Лорда-то выживать-то в этой ситуации? Лич, ну, наконец-таки, применяет свой цветок смерти. Или как там, я не знаю, просто какие-то фиолетовые какахи из-под земли вырастают и, видимо, не знаю, растворяют цемент. Какое дерево может быть цемент? В общем, будем считать, что просто поизоном травит территорию. Опрыскивает нитратами, разными пестицидами, гербицидами. И фауна не выдерживает. Видимо, этот спелл Лич приобрел на Челябинском металлостроительном металлургическом комбинате. Это там он научился так здорово беречь природу родную. Панда под инвизом бежит сдувать. Тут Гуля контраконтролит подрывника. Интересно, он из инвиза выйдет, наняв подрывника? Ну, Панда все видит. Тут осталось, ну, реально, полдыхания-то. Ну, еще есть здание, конечно, у андеда. Но он уже боится, понимаете, он выйти не может. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И что же делать? А у эльфа новые нычки вырастают постепенно. Полегоньку, потихоньку. Вот это да! Панда покупает инвул. Свиток. Инвул поможет, конечно, пережить косты. Главное, вовремя это все сделать. Варя, тем временем, выходит из алтаря. И андед просто уже не решает. Ну, все, Мун выиграл уже эту катку, однозначно. Потому что андед просто боится куда-то выходить армии. А у эльфа закладывается снова в левом-нижнем экспант. И эти нычки еще очень долго будут существовать. И, значит, эльф сейчас наштампует себя. В любом случае, каких-нибудь дроздов со временем. А дрозды уже готовы. Где-то там Мун еще построил древо ветров под шумок. Я не знаю, где. Варя крепится. И пятый бы, конечно, получить было бы совсем здорово. А лучше бы Панде пятый. Вот Панде пятый. Варя, уйди нафиг. Не мешай животному. Эх, Варя бестолковая. Сейчас мешает делить с Пандой экспу. И вместо того, чтобы... А Пан... Ну, зачем? Неужели хватит? Да не хватит, конечно. Панда пятого хватает. Все-таки все рассчитал. Мун грамотно. И пятая Панда под инвизом. Но эти два здания мгновенно сдуваются. Просвечивает эльф. Видит, что там... Какая охрана стоит на этом сторожевом посту. Панда... Ну, плевать Панде вообще на всех этих зверей. Главное, что на героев не нарваться. Личным временем продолжает повергать в ужас экологов этого региона. Травит флору и фауну уже в другой части карты. Его жестко диспелят. Но это никак не помогает. Ну, в смысле... Это не сбивает. Заклинания. Панда, панда, панда. Минус нычка. Ну что, у Муна еще один экспант работает. Еще... Нет. Один закладывается. Дерево потопало и будет оплетать рудник. Если уже не оплетает. В левом нижнем только что заработала ныка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коил нова, варденка. И тут уже эльф подкопил армию. Готов сражаться. Внезапно Андетт понимает, что... Ё-моё. У него откуда-то козык. Дрозды. Эти дрозды раздадут мне люлей. Думает Экслорд. И уже сейчас эльф готов сражаться именно в открытом поле армия на армию. А в это время внизу у Андетта происходит какая-то форменная... Форменный саботаж. Там диверсия какая-то происходит. Дрозды... Ну, поняли, что склевать здание не получается. Дрозды улетают. Сохранил героев Мун. Вовремя подстафал. Подперсоналил. О, Варич нашла наконец книгу ловкости. Это скорая помощь. Она едет к Панде. Это, видимо, сейчас зоологи мира. Уже обеспокоились. Ну и действительно, всего одна панда на карте. А её так бесцеремонно, беспощадно и немилосердно истребляют. Эту панду. Понимаешь, что она размножаться не будет. Ей не с кем. Ну, может быть, дряду загнёт как-нибудь за углом. Но эту панду надо беречь. Общество охраны живой природы в возмущении. О, блинк! Да ладно! Да ладно! Что творит Варденко? Блинк! Ну, это не помогает ей. Койл догоняет. Не знаю, почему Варя не отблинкалась дальше. Хотя блинк, наверное, у неё, что логично, на втором левеле. Это тебе не кулдаун в одну секунду. Так, что у Муна есть лес. 38 лимита. Голда пошла потихонечку. Лич в очередной раз готовится цветок смерти свой засадить. Но, чёрт возьми, как же Слорд защищает свою базу неистово. Панда прорывается. Дыхание. Всё фигня. Панде нужно не в Невандетскую армию дышать. Ей нужно дышать в строении. И без Варденки, в принципе, Мун справляется. Ещё одно дыхание. Лнимо. Что ты делаешь? Что ты делаешь, Мун? Ну, всё равно он додавит, мне кажется. Просто у него нычки постоянно новые создаются. Выращиваются. Вот оно ещё одно дыхание. Ну, куда ты? По зданию тут реально. Панда, ты не тем занимаешься, ты не в тех дышишь. Ну, вот сейчас нашла, наконец, панда свою работку. 205 мана. У неё есть инвул. У неё... Да, Е- ещё одно. Сружин вул читает, прожимает персоналочку. Стоп. Лично персоналке прилетают. Дряды убивают телегу. И у Андеды остаётся два героя. Но Андеду не нужна особая армия. Умирает телега. Дряды убегают. Никакая армия ему не нужна. У него герои 7-7. Они там сами всё раскидают. Но проблема в том, что у Андеды не остаётся зданий. А у Муна, как мы видим, снова... Снова в нашем зале, как говорится. В нашем зале нет пустого пенька. Нет пустой полянки. Везде растут муновские офшоры. Печаль, беда. Ну, Икс Лорд всё понимает. Пишет ГГФ. И выходит. Вот такая игра, друзья. Немытьём-то катанем замучил, истерзал, замордовал своего соперника. We made Fox Moon. Ну, это его фирменный почерк. 9 героев убил ему Икс Лорд. Но это не помогло ему выиграть. Вот таким был этот Мун в годы своего рассвета. Вот поэтому он считался совершенно неземного уровня игроком пятой расы. И вот поэтому о нём ходили легенды. Поскольку вот такую игру и такое понимание и чувство Варкрафта мог демонстрировать только он. Больше ни у кого такого понимания и ощущения игры не было. Поэтому в лучшей форме Муна выиграть было невозможно. Я благодарю всех за просмотр. Напоминаю, что у нас есть паблик ВКонтакте. Там есть зал слабый, куда попадают все донатеры нашего проекта. Но топ-5 донатеров мы всегда показываем на экране по окончании ролика. Вступайте в паблик. Там много новостей. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Там также много всего интересного. Ну и до новых встреч, друзья, в 32-м выпуске. С вами был Баннивур. Сайт goodgame.ru Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова